Двигаемся дальше по курсу HTML Master и сразу хочу сказать, что следующее занятие вы получите только тогда, когда это наберет более 35 лайков, поэтому ставьте лайк прямо сейчас и подписывайтесь на наш канал. Что ж, поехали. Первым делом мы с вами побеседуем о комментариях. Как и в любом языке программирования, в HTML мы можем оставлять свои комментарии и подсказки в коде. Особенно это будет актуально для новичков, чтобы помечать, какие теги вы используете и для чего. Например, давайте мы здесь напишем над тегом body, что здесь начинается тело сайта. Здесь начинается тело сайта. Видим. Текст введен, вроде понятно, что мы тут, для чего мы написали тег body, однако проблема в том, что он отображается прямо на нашей страничке, а этого, соответственно, делать не надо. Поэтому мы будем использовать комментарий, который задается следующим образом. Мы ставим открывающую угловую кавычку, знак восклицания и затем два дефиса. И смотрите, все, что идет после этих четырех символов, браузером игнорируется и не отображается на странице. И как любой парный тег, мы должны закрыть наш комментарий и таким образом указать браузеру, где он заканчивается. А закрывается он следующим образом. Мы ставим два дефиса и ставим угловую кавычку, закрывающую. Видим, что у нас подсказка в коде есть, но на странице она не отображается. То есть, таким образом, вы можете размещать у себя подсказки в своем же собственном коде и потом вам будет просто легче разобраться и понять свой код. Естественно, с опытом вы будете использовать все меньше и меньше подсказок, однако для новичков я советую использовать их довольно-таки часто. Ладно, поехали дальше. Сейчас разберемся с базовым синтаксисом HTML. Давайте мы создадим новую подсказку в коде. Так, так вот. И в нем уже будем разбираться. Вы уже знаете, что у нас бывают как одиночные теги. Так, давайте, кстати, я здесь тоже сделаю отступ, чтобы нам было нагляднее. Так, так бывают и парные теги. Тег и тег. Отлично. Одиночные теги используют один тег, а парные, получается, работают в паре. И смотрите, у каждого тега могут быть свои атрибуты. Давайте мы напишем atr1, например. И атрибуты задаются следующим образом. Сначала идет открывающая угловая кавычка, затем указывается имя тега, и потом через пробел указывается атрибут. Причем, если тег у нас парный, то атрибуты указываются в первом теге, а не в последнем. Помните об этом. Давайте мы здесь тоже напишем atr1. И еще один момент. Атрибутов может быть несколько. В таком случае они все задаются через пробел. Atr2, например. И так поехало дальше. Давайте я тут троеточие поставлю. То есть сколько надо, столько атрибутов мы пишем. Теперь смотрите еще один момент. Значения атрибуты, они имеют свои значения, которые задаются через знак равно. Давайте мы здесь напишем равно. И смотрите, значения, как они задаются. Это может быть одиночное значение какое-то, которое может сразу писаться после знака равно. То есть никакие символы, вот как я здесь делал двойные кавычки, мы его можем не заключать. Но если значений у нас несколько, мы должны их брать в кавычки. Причем это могут быть как двойные кавычки. Давайте zn1, zn2 и так далее. Пошло-поехало. То есть может быть тоже много значений. То есть не ограничивается одним-двумя значениями. Так вот эти множественные значения мы можем заключать и в одиночные кавычки. То есть это тоже будет правильно. zn1, zn2, zn3 и так далее. То есть значений может быть несколько одного атрибута. И таким образом вы должны соблюдать вот этот простой синтаксис. То есть атрибуты идут через пробел, задаются значения их через знак равно. Но если значений много, то мы их тоже задаем внутри в двойных кавычках, либо в одиночных через пробел. Но здесь есть один момент. Новичкам, вообще да и себе, я всегда советую использовать только какой-то один способ задания атрибутов. То есть чтобы вы потом не путались и совершали меньше ошибок. Например, я всегда значения указываю в двойных кавычках, что и вам советую. Не стоит усугублять, то есть в одном месте указать одиночные кавычки, в другом двойные, в третьем вообще без кавычек. Потому что вы так больше склонны совершать ошибки. Когда вы пишете везде код однотипно, у вас все дается легко, быстро и ошибок делается меньше. Поэтому в курсе этом, да и вообще, я всегда использую для задания значения атрибутом двойные кавычки. Неважно, один атрибут или их несколько, это уже не играет роли. Причем здесь есть еще один момент. Давайте я вам сейчас попробую с нашим тегом p. Давайте мы зададим, например, ему атрибут title, который отвечает за всплывающую подсказку. И здесь давайте так и напишем, через пробел, я подсказка, подсказка, восклицательный знак. Если мы сейчас наведем курсор мышки на этот абзац, то мы увидим всплывающую подсказку. Подс, о, я неправильно написал, подс, ка, зка, я под, блин, забыл как пишется. Ладно, суть не в этом. Теперь смотрите, как я говорил, мы можем эту подсказку писать как в одиночных кавычках, так и в двойных. И она будет в любом случае работать. Видите, да? Но смотрите, что происходит, когда вы задаете двойное какое-то значение атрибуту, то есть без кавычек. Давайте наведем, и вы увидите, что здесь выделяется только символ я. То есть, как поступает браузер. Он видит, что здесь всплывающая подсказка, знак равно, затем идет я, а потом пробел, и он следующее слово подсказка понимает, как будто это какой-то атрибут. Но так как такого атрибута нету, он его просто игнорирует, а в коде появляется ошибка. Вот именно поэтому я вам всегда советую использовать один способ задания атрибутов. Пользуйтесь. Так, в принципе, с этим, думаю, все понятно. Если будут вопросы, обязательно задаем в комментариях. И теперь давайте разберемся с еще одним обязательным параметром в синтаксисе. Это надо всегда соблюдать вложенность тегов. Давайте мы ниже разместим еще один абзац. Всегда и напишем. Всегда соблюдайте вложенность тегов. То есть, что это означает? Смотрите. У нас идут теги парные, да? То есть, это касается в основном парных тегов. И, например, мы давайте сделаем, соблюдайте. Мы сделаем жирным. Так вот. Это я вырежу. Ставлю сюда. А вложенность давайте мы сделаем курсивом. Просто повторяйте за мной эти все теги. Потом мы будем рассматривать, что они значат. И видим. Всегда соблюдайте вложенность тегов. Идет жирным, потом идет курсивом. И смотрите. Вот такое написание кода, оно правильное. Давайте я сделаю окошечко чуть-чуть здесь поменьше, здесь побольше. И нам важно всегда соблюдать вот это самое правило. То есть, смотрите. У нас идет тег P. И внутри его вложено два тега. Тег B и тег E. Это касается всех абсолютно парных тегов. И смотрите. Вот это правильное написание. Но если мы, например, тег B начнем здесь, а закончим его здесь, это уже будет неправильно. Почему? Потому что вложенность нарушена. То есть, тег P начинается у нас тут. Тег E у нас тут. А вот тег B, он пересекает тег P. Видите, да? То есть, вложенность нарушена, и это уже ошибка. Если мы разместим тег B, например, где-нибудь вот здесь, здесь уже ошибки не будет. Смотрите. Получается, у нас идет тег P. Внутри его находится тег B. И потом за ним находится тег E. То есть, вложенность соблюдается. И опять-таки, если мы разместим тег E, например, здесь, то вложенность нарушается уже. Смотрите, тег P идет здесь, тег E идет здесь, а вот тег B с тегом E они пересекаются. Это неправильно. Поэтому, друзья, всегда соблюдайте вложенность текста. Давайте я отменю изменения. Так, так. Вот, в общем, это золотое правило, которому вы должны всегда следовать. Пожалуйста, не забывайте про него. Как только вы нарушаете вложенность, в вашем коде появляется масса, большая масса ошибок. Ну и, конечно же, никогда не забывайте закрывать теги, потому что, если вы не закроете тег, то обратите внимание, что весь код здесь, он станет жирным. И вы потом будете думать, гадать, где же ошибка. Поэтому всегда закрывайте за собой теги. Они должны быть закрыты. Ну, это, конечно же, касается парных тегов. Что ж, друзья, на этом все. Еще один момент касательно домашних работ. Я тут, мы изучаем основы. Много чего я тут вам дать, конечно же, не могу в качестве домашек. Но к этому уроку я придумал домашку. Под этим видео будет идти комментарий, которому я попрошу поставить лайк каждого из вас, кто смотрит, чтобы он был в самом верху. В этом комментарии я размещу 10 подобных фраз. То есть, под номерами 1, 2, 3 до 10. И в них будут использованы различные теги с различной степенью вложенности. То есть, будет как и правильные, так и с ошибками. И ваша задача просто ответить на этот комментарий, где какие варианты правильные, а какие нет. То есть, найти ошибки и сказать, в каких вариантах ошибки, а в каких все нормально. Ну, еще раз повторю, чтобы этот комментарий висел на самом верху, поставьте, пожалуйста, каждый мой лайк. Он просто будет висеть вверху, и все увидят вот эту самую домашку. На этом, в принципе, все. Спасибо за внимание. Встретимся в следующем видео. И не забывайте, что вы его получите только тогда, когда это наберет более 35 лайков. Ставьте лайк и до встречи. На связи с вами был Серега. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова